Приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку со жгутиками. Очень часто у меня спрашивают, какую шапочку отлично можно скомбинировать к палантину, либо к какой-то красивой шале. Вот как раз таки сегодня я вам хочу на примере данной шапочки показать, какую же можно шапочку связать именно в комплект к палантину. Вот, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь. Данную шапочку я делала на небольшой размер головы, то есть на 54 сантиметра. Если уже вам нужно на 55-56, соответственно, добавляете количество петель, которое у меня, 7 петелек и затем продолжаете вязать. Для вязания я буду использовать пряжу испанского производителя фирмы Valencia, серия называется Velosa. В 100 граммах 460 метров в состав входит 11% кролика, 51% новозеландской шерсти и 38% акрила. Более подробно есть отдельный видеообзор о данной пряже, ссылочку я оставлю ниже под этим видео. Также я оставлю ссылочку на интернет-магазин Кудесница, где можно приобрести данную пряжу. Я буду вязать круговыми спицами номер 3,5 с коротенькой леской. Также нам понадобятся ножнички, крючок и, возможно, вам понадобится спица для перекрещивания жгутовый коз. Также номер 3,5 у меня, но я вам покажу, как можно в работе ее не использовать. Так как мы будем вязать ниточкой в два сложения, то мы снимаем этикеточку и смотрим, где у нас самый-самый центр моточка. То есть мы находим вот этот центр, вытаскиваем с него крайнюю ниточку. И одна ниточка у нас будет где-то по началу, вот она у меня в данном случае, я ее увидела. То есть мы берем одну с центра, одну с внешней стороны ниточку и будем вязать, присоединим ниточку вдвое. Для начала нам нужно рассчитать количество петелек, чтобы было кратное 7. Исходя из своих связанных образцов, мне нужно набрать 105 петель. Отлично делится на число 7. Так как у меня достаточно короткая по размерам лесочка или тросик, то я возьму вспомогательную спицу подобного размера и буду набирать на спицы вот таким вот образом. Если же у вас длинный тросик, то, соответственно, набирайте обычным способом. Две начальные петли я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 103 петли. Но также нам нужно набрать одну лишнюю петелечку, 106, для того, чтобы замкнуть вязание круг и эта лишняя петля у нас потом при замыкании сократилась. Набрав необходимое количество петелек, я достаю вспомогательную свою спицу и у меня остаются на основной рабочей спице набраны вот такие вот ровные петельки. Теперь мы берем и присоединяем два края, таким образом, чтобы у нас не было перекрученная наборочная косичка. Обратите внимание. И теперь присоединяем последнюю набранную петельку к первой набранной петельке. Вот они у нас получаются на левой спице две первой набранные петли. Так как я набирала на одну спицу, их достаточно хорошо видно. И берем теперь вот эту петельку, переносим на левую спицу между первой и второй набранной петлей. То есть лишняя петля у нас сейчас сократится. Переносим для начала первую набранную петлю к последней. Затем последнюю перебрасываем на вот эту первую петлю. И далее первую петлю возвращаем обратно как второй. Вот так. И теперь вот эти коротенькие краешки тянем на себя, а рабочую нить от себя. То есть затягиваем последнюю набранную лишнюю нашу петлю. Она замкнула нам вязание в круг и при этом сократилась. Теперь у нас осталось нужное количество петель, которое мы просчитали изначально. Вот этот хвостик нам нужно сейчас будет отправить к рабочей нити. И вместе с первыми несколькими петельками первого ряда провязать. Для того, чтобы наше вязание, во-первых, было ровнее. И, во-вторых, запрячется вот этот кончик и он нам потом не будет мешать. Я рекомендую вам повесить сюда маркер либо булавочку, для того, чтобы вы видели в дальнейшем, где у вас начало конец ряда. Но, в принципе, его достаточно хорошо будет и видно. Для начала нам нужно провязать 10 рядочков лицевой гладью. Для этого, начиная с первой петли, вяжем все поочередно петельки лицевой, вот так вот, друг над дружкой. Первые несколько петель будет достаточно тяжело связать, потому что будет нить несколько сложений. Вот так. И у меня короткие спицы, как вы видите. Поэтому первые несколько петель мне придется вот так вот приловчиться. А далее пойдет все очень даже хорошо. Все, я провязала 4 петли, мне этого достаточно. Я затем вот этот хвостик ниточки спрячу, закреплю. И дальше я продолжаю поочередно провязывать все петли лицевые. Провязав ряд первый до конца, я довяжу еще 9 рядочков, для того, чтобы набрать высоту отворотика красивого для шапочки. Провязали 10 рядочков и у нас получился вот такой красивый отворотик из изнаночной глади с внешней стороны. Теперь мы должны будем в 11 ряду добавить петельки, для того, чтобы у нас не сузилось вязание, когда мы начнем перекрещивать жгутики. Для этого, как вы помните, у нас число кратное 7. Мы сейчас должны добавить 8 петлю для полного рапорта. Вот они первые наши 7 петель в начале ряда. Первые 3 петельки мы провяжем лицевыми. И последние 3 петельки мы провяжем лицевыми. А из центральной, вот этой 4 петли от начала ряда, мы сделаем прибавление. Итак, вяжем первые 3 лицевые петли по рисунку лицевыми. 1, 2, 3. Далее спускаемся на ряд ниже. Вот она у нас петелька, из которой выходит основная петля этого ряда. Мы вяжем из нее лицевую. И далее вяжем 4 лицевую обычным способом. У нас получилось провязано от начала ряда уже не 4 петли, а 5 петель, благодаря вот этой петельке из ряда ниже. И далее довязываем 3 петли с другой стороны. Вот он, наш первый рапорт связан. У нас теперь получается из 7 петель вывязано 8. 3, 2 и 3. Теперь повторяем все то же самое. 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее делаем прибавление. На ряд ниже спускаемся, вяжем лицевую. И из основного ряда вяжем вторую лицевую из рабочей 4 петельки. И далее 3 довязываем лицевые с другой стороны. Вот таким вот образом делаем прибавление до конца ряда. И у нас получится 8 петель. Из каждого, скажем, раза 7 петелек. То есть добавится по 1 петле в каждом рапорте. И получится полный рапорт узора. И получится не суживание, как бы, наших жгутиков полотна, а красивое равномерное вязание перехода из лицевой глади на жгуты. И снова повторяем. 3 лицевые. Далее прибавление делаем из ряда ниже. Довязываем лицевую четвертую этого ряда. И 3 лицевые с другой стороны. Вот таким вот самым обычным способом. Довязали до конца 11 ряд с прибавлением. И теперь 12 ряд нам нужно провязать просто все петельки лицевые. Уже по сформированным петлям у нас сейчас кратное число 8. Поэтому сейчас все петельки поочередно провязываем лицевыми. Довязали 12 ряд. И теперь в 13 ряду нам нужно начать делать первые перекрещивания для жгутиков. Поэтому берем нашу дополнительную спицу для жгутиков. Можете взять чулочную спицу. И переносим 2 первые петельки на дополнительную спицу. И оставляем эту спицу за работой. Далее провязываем 3-4 петлю лицевой на рабочую спицу. И с дополнительной спицы подтягиваем. Можете переносить на рабочую спицу. Я буду вязать. Она у меня обоюдно острая с двух краев. Поэтому буду провязывать просто с этой спицы. Вот таким вот образом. 2 оставленные петельки за работой лицевыми петлями на рабочую спицу. Так у нас получилось перекрещивание с наклоном в правую сторону 4 провязанных петелей. Теперь нам нужно сделать наклон в левую сторону. Для этого берем дополнительную спицу. И переносим 2 лицевые петли на дополнительную спицу. И оставляем их перед работой. Далее 2 лицевые провязываем на рабочую спицу. Вот так. И оставленные 2 петельки перед работой провязываем лицевыми на рабочую спицу. У нас получилось провязано 4 петли с наклоном в левую сторону. Вот это и есть наш рапорт узора. 8 петель. Первые 4 петли мы будем перекрещивать с наклоном в правую сторону. Следующие 4 петли, то есть получается 5, 6, 7 и 8 петлю с наклоном в левую сторону. Вот этот рапорт будем повторять до конца ряда. Снова показываю. Переносим на дополнительную спицу 2 петли из 8 и оставляем их за работой. Следующие 2 петли провязываем лицевыми на рабочую спицу. Затем подтягиваем с дополнительной спицы и провязываем поочередно 2 оставленные петли лицевыми петлями. Далее снова берем дополнительную спицу и снимаем 2 следующие петли, которые оставляем перед работой. Следующие 2 петли провязываем лицевыми на рабочую спицу. Далее подтягиваем или переносим на рабочую спицу оставленные 2 петли и провязываем их также 2 лицевые поочередно в каждую петельку. И сделали перекрещивание с наклоном в левую сторону. Так мы провязали с вами 2 рапорта. Нужно вот так чередовать до самого конца ряда. Я вам обещала показать способ, при котором не нужно пользоваться дополнительной спицей. Для этого снимаем 4 первые петли не провязанными на рабочую спицу. Затем сначала за работой заводим спицу левую и снимаем первую и вторую петлю. Третью и четвертую перед работой переносим в начало вместо первой и второй петельки. Вот так. И затем все 4 петли поочередно провязываем лицевыми. Сначала первую петлю на рабочую спицу провязываем лицевой. Затем вторую петлю, третью и четвертую. У нас получился без дополнительной спицы наклон провязанный в правую сторону из 4 петель. Перекрещивание с наклоном вправо. Далее делаем 4 петли не провязанные. Снимаем на правую спицу рабочую. Заводим левую спицу перед работой и снимаем первую и вторую петлю. Третью и четвертую переносим за работой и ставим в начало. Вот так. И снова все 4 петли поочередно провязываем лицевыми. Первая лицевая, вторая, третья и четвертая. Сделали 4 петли с наклоном в левую сторону. Запомните, что первые 4 петли мы перекрещиваем с наклоном в правую сторону. С помощью оставляем 2 петли за работой первые. А вторую половинку из 4 петель делаем с наклоном в левую сторону. Оставляем 2 петельки перед работой и перекрещиваем 4 петли таким образом с наклоном в левую. Вот так чередуем до самого конца ряда. Либо с помощью дополнительной спицы, либо вот таким вот образом делая перекрещивание непровязанных 4 петелек с снятием на рабочую спицу. Так как у меня достаточно коротенькие спицы рабочие, вот они всего лишь у меня вот такие, то я буду скорее всего использовать дополнительную спицу, обоюдно заостренную. То есть, чтобы нам удобно было непосредственно с самой спицы провязывать, подтягивая петельки, одевая на одну сторону и подтягивая на вторую сторону. Хотите, можете взять просто прямую чулочную спицу, так же будет удобно провязывать с нее. Все. Связали перекрещивание до конца ряда и теперь 5 рядочков нам нужно просто провязать лицевыми петлями. То есть, лицевой гладью продолжить, как мы вязали с самого вот здесь вот начала. То есть, 5 рядочков. Это получается мы довязали до конца, сейчас сделали перекрещивание в 13 ряду. Далее 14, 15, 16, 17 и 18 ряд вяжем просто лицевой гладью. Провязали 5 рядочков лицевой гладью и теперь в 19 ряду мы начинаем повторять с 13 ряда. То есть, сейчас, как и в 13 ряду, мы сделаем ряд с перекрещиваниями. Для этого берем дополнительную спицу и перекрещиваем, делаем наклон в правую сторону с помощью двух петель переносим за работу. Следующие две петли вяжем на основную спицу. Далее с дополнительной спицы переснимаем на основную спицу, либо сразу же с нее вяжем оставленные две петли за работой. И сразу же переносим первые две петли второй части рапорта на дополнительную спицу, которую оставляем перед работой. И до конца рапорта довязываем наши две петли, то есть седьмую и восьмую петлю. И с дополнительной спицы провязываем оставленные петли перед работой. Сразу же я их вот так вот провязываю с дополнительной спицы. Перекрестили наклон вправо-влево, точно так же, как мы делали вот здесь в 13 ряду. И вот так повторяем до конца ряда перекрещивания наклон вправо-влево. И затем снова 5 рядочков будем вязать без изменения лицевой глади. То есть 19 ряд это ряд с перекрещиваниями. Далее 20, 21, 22, 23, 24 ряд будем вязать лицевой гладью. В 25 ряду сделаем очередное перекрещивание. И каждый раз будем повторять, начиная с вот этого 13 по 18 ряд, вот эти 6 рядочков. И в каждом шестом ряду после лицевой глади 5 рядочков будем делать ряд с перекрещиваниями. И вот так вот будем вязать на протяжении всей высоты шапочки. Делая перекрещивания то с наклоном вправо, то с наклоном влево. Для этого наклон вправо мы переснимаем первые 2 петли. На дополнительную спицу оставляем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями на основную спицу. Затем с дополнительной на основную перевязываем 2 оставленные петли также лицевыми. И сразу же делаем наклон в левую сторону. Для этого переснимаем 2 первые петли второй части рапорта. На дополнительную спицу оставляем перед работой. Довязываем до конца рапорта 2 лицевые петли. И с дополнительной спицы подтягиваем 2 оставленные петли. И перевязываем их также лицевыми на основную спицу. Раз и второй раз. Вторая петля. Снова сделали перекрещивание. Вот так делаем до конца ряда. И затем повторяем. 5 лицевых рядочков. Ряд с перекрещиваниями. Снова 5 рядочков лицевой глади. Ряд с перекрещиваниями. Я связала от наборочного ряда сейчас 20 см. И у меня вместилось 9 полных перекрещиваний. Я нахожусь в начале ряда, где буду делать 10 перекрещивание. Для этого я снова беру дополнительную спицу. И оставляю 2 первые лицевые петли за работой. Далее следующие 2 петли я провязываю лицевые. 1, 2. Подтягиваю с дополнительной спицы. И провязываю вместе 2 лицевые петли 1 лицевой. То есть начинаю делать убавления. У меня получается перекрещивание сейчас не 4 петель, а 3. То же самое я повторю и с другой стороны. 2 первые петли я оставляю перед работой. За работой я провязываю 2 петли вместе 1 лицевой. Которые у нас отправятся в серединку перекрещивания. А с дополнительной спицы я провяжу по отдельности каждую петлю из 2 петель. Лицевой 1 и 2 раз. То есть у нас получается сейчас в рапорте не 8 петель перекрещивания 4 на 4, а 3 и 3, то есть 6 петель. Вот так мы в каждом рапорте убавим по 2 петли. Сейчас снова за работу отправляем 2 первые петли косички нашей жгутиком. Далее следующие 2 петли провязываем поочередно. С дополнительной спицы мы вот эти 2 петельки хотите можете возвращать на основную рабочую спицу, но я буду вот так вот сразу 2 провязывать вместе 1 лицевой. И у нас получается снова 3 петли на перекрещивании в правую сторону. Теперь в левую сторону у нас также должно сократиться по 1 петле. Для этого переносим на дополнительную спицу 2 петельки. За работой 2 петли вместе вяжем 1 лицевой. И далее поочередно провязываем с дополнительной спицы каждую из 2 петель лицевой. 1 и 2 раз лицевая. Все, так мы связали с вами 2 рапорта узора, убавили в каждом рапорте по 2 петли. Вот так продолжаем делать до конца этого ряда. Сделали ряд с перекрещиваниями и теперь в следующем ряду мы также продолжаем делать убавления. Для этого первую петлю мы провязываем лицевой. И далее следующие 2 петли нам нужно повернуть дальними стеночками вперед. То есть снимаем и провязываем 2 следующие петли. Переодеваем сначала дальней стеночкой, одеваем среднюю петлю. Затем вторую петлю. И за дальние стеночки теперь уже провязываем вместе 1 петлей лицевой. То есть у нас сейчас получается вместо 4 петель из начальных пол рапорта, теперь 2 петли. Далее следующие 2 петли мы провязываем за ближайшие стеночки, как они есть, 1 лицевой. То есть вместе вот так вот заводим за вторую петлю и вместе провязываем 1 петлей лицевой. И довязываем 6 петлю. Теперь она у нас уже 4 петля рапорта 1 лицевой. То есть сейчас вместо 8 петель рапорта у нас 4. И вот так продолжаем убавлять снова по 2 петли в каждом рапорте. Первую и последнюю петлю мы провяжем просто лицевой. А 2 средние пары мы провяжем попарно 1 лицевой. Сначала первый раз повернем дальними стеночками вперед. Провяжем вместе 1 лицевой за дальние стеночки. Далее следующие 2 петли также провяжем 1 лицевой вместе за передние стеночки. И довязываем крайнюю петлю рапорта 4 уже по счету 1 лицевой петлей. Вот так вот продолжаем дальше. Первую и последнюю петлю не трогаем. То есть как они вот так вот шли красивым, скажем, полукругом таким вот. Так пусть и идут вот эти крайние петельки пока. А центральные петли, как вы видите, мы убавляем. Снова первую петлю лицевую. Далее я разворачиваю. Вы можете не поворачивать вот таким вот образом петли. Это для того нам нужно, чтобы максимально аккуратное было убавление. Вот оно получается как бы в центр. И далее следующие 2 петли мы вяжем вместе, заводя за вторую петлю. И вяжем первую и вторую петлю вместе. И далее боковую петлю, последнюю петлю рапорта, вяжем просто 1 лицевой. Довязали второй ряд до конца убавления. И у нас уже по 4 петли. Теперь мы эти 4 петли будем подпарно провязывать. Снова первую пару я поворачиваю дальними стеночками вперед. И провязываю вместе за дальние стеночки. Теперь уже лицевой одной. И вторую пару я заводя за вторую петлю. Провязываю вместе одной лицевой. То есть снова получается делаю как бы наклон в одну сторону, затем во вторую сторону. И вот так у меня уже с 8 петель рапорта всего лишь 2 петли. Опять я поворачиваю первую пару дальними стеночками вперед. И за дальние стеночки теперь уже вот так вот вместе провязываю одной лицевой. Следующую пару я провязываю вместе лицевой за ближайшие стеночки, заводя за вторую петлю. Вот так вот чередуем до конца ряда, провязывая попарно по 2 петли. Связали 3 ряда убавления. И сейчас у нас осталось из 8 петель в каждом рапорте по 2 петли. Я предлагаю вам этот ряд связать просто лицевыми петельками. А в следующем ряду мы с вами свяжем попарно каждые 2 петельки рапорта вместе одной лицевой. И таким образом у нас получится, что сократится из 8 изначальных петелек вот этого жгутика или косички. Останется всего одна петля. Но я рекомендую сейчас провязать все-таки один ряд лицевыми петлями для того, чтобы у нас не было слишком, скажем, такой суженный край макушки. Вот он у нас будет слишком такой стянутый, потому что мы, как вы видите, резко начали делать сокращение. Вот. И вот сейчас провяжем просто лицевыми, а в следующем ряду попарно каждые 2 петли рапорта вместе одной лицевой. Сделали ряд с убавлениями, попарно провязав каждые 2 петли рапорта. И теперь вот это, когда у нас осталось по 1 петле с каждого рапорта, я предлагаю снова вам провязать ряд просто лицевыми петельками. А затем будем стягивать наши оставшиеся петельки на одну общую ниточку. Провязали один ряд лицевыми петлями и далее оставшиеся петельки берем, стягиваем на ниточку. Для этого берем ниточку, отрезаем, оставляем небольшой хвостик и вдеваем ниточку в иголочку. Можете все то же самое делать и крючком. Кому как удобнее. И вот так вот, пройдев краешки ниточек, берем, подтягиваем спицу на один край. Я обычно стягиваю по часовой стрелке, мне так удобно. И вот так вот переношу все-все абсолютно петельки на иголочку со спицы. Вот так можем подтянуть для удобства, чтобы нам было удобнее стягивать, переносить. Вот так. Спица достаточно туго сидит, потому что осталось маленькое количество петель. И все переносы можете поочередно петельки переносить, можете понесколько одновременно. Вот так вот на иголочку. И после того, как перенесли, убираем полностью спицу с работы. Нам она не нужна. Смотрим, чтобы все абсолютно петельки были нанизаны. Подтягиваем хорошо. И у нас получается из рабочей нити вот такая вот петелька. То есть все нанизанные петли, которые остались на макушке. И вот она петелька, как до рабочей нити. Мы сквозь эту петельку будем продевать наш хвостик и затягивать ниточки. Вот так я продеваю хвостик. У меня остается еще одна рабочая петля, которую я только что вытащила. И сквозь эту рабочую петельку снова подтягиваем. Смотрите, чтобы хвостик у вас не вытаскивался. И снова продеваем сквозь рабочую ниточку. Хорошо затяну. Я как бы сделала две воздушные визуальные петли. Для тех, кто вяжет крючком, думаю, будет понятно, что я сейчас сделала. И все у нас стянутая макушечка. Дыречки никакой не получилось. Все достаточно аккуратно. Вот они наши края. Возможно, макушка получилась достаточно стянутая. Но у меня уже высота шапочки, скажем, доходила до тех пор, что я должна уже была закрывать петли для макушки. Если же начать раньше убавления, то можно очередовать ряд убавления, ряд просто лицевые петли. Ряд убавления, ряд лицевые петли. Тогда у вас будет не такая стянутая макушка. Но после того, как я сделаю вторичную тепловую обработку, эта макушка у нас разгладится. Можете придать ей объема, надев на какую-то, скажем, объемную, либо манекен, либо, как наши бабушки делали, баночку. Вот. И высушить в таком состоянии. Гвостик ниточки отправляем на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны фиксируем его и прячем. Можете по кругу, вот оно наше колечко стянутых петелек, только с изнаночной стороны, где эти иголочки, по кругу снова пропустить рабочую ниточку. Если у вас где-то были присоединения рабочих ниточек, вот, то, конечно же, не забудьте спрятать. Вот так получилось все с изнаночной стороны. Вот он, наш кружочек. Уденьте иголочку, ниточку нашу иголочку, и пропустите сквозь вот это колечко. Все, в принципе, шапочка готова. Можете ее постирать, можете обработать паром. Вот. Если обработаете паром, то наши ворсинки, вот эти, которые чем-то похожи на махер, вот, они будут более торчащими, такими красивыми, пышными. Маркер нам уже не нужен, мы его убираем. Если ниточка у вас не зафиксирована, можете зафиксировать та, которая была в начале замыкания, вязания в круг, и проденьте сквозь вот эту косичку с лицевой стороны. У вас получится вот такой отворотик изнаночного края, который после стирочки ляжет более аккуратно, и ничего не будет видно. Все, шапочка наша готова. По желанию можете ее украсить вязаным цветочком, либо какой-то брошечкой. Вот. И все. Все у вас, я думаю, получилось. Поэтому не забудьте лайкнуть, делитесь моим видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.